До того, как Рой Джон стал известен, помимо бокса, Рой любил играть в баскетбол и за один день умудрился сыграть за профессиональную баскетбольную команду и в этот же день вечером уверенно защитить свой титул чемпиона мира. До того, как Рой Джон стал известен, он успел сняться в десятки фильмов, выпустить свой рэп-альбом и основать рэп-группу Bodyhead Bungers. До того, как Рой Джон стал известен, его несправедливо засудили в финале Олимпийских игр, где он превосходил своего соперника и доминировал над ним все три раунда. Вы на канале Boxing News и сегодня я вам расскажу о жизни Роя Джонса-младшего до того, как он стал известен. Рой Левеста Джонс-младший, американский боксер-профессионал, серебряный призер Олимпийских игр в 1988 году, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях и абсолютный экс-чемпион мира в полутяжелом весе и просто живая легенда мирового бокса. Родился Рой Джонс 16 января 1969 года в небольшом городке Пенсакола в США. Его отец, Рой Джонс-старший, который тоже был профессиональным боксером, хотел вырастить из своего сына чемпиона, кем сам стать не смог и с детства пытался привить ему любовь к боксу. Рой Джонс начал заниматься боксом в 10 лет и уже тогда стало понятно, что Рой чрезвычайно талантлив и достигнет высот в боксе. Он побеждал соперников, более старших и более тяжелых, чем он сам. В 1988 году Джонс приехал вместе со своей командой на Олимпийские игры в Суэлл, Южная Корея. Тогда мир узнал феноменального боксера, который на протяжении всего турнира с легкостью побеждал своих соперников. И казалось, именно он станет обладателем золотой медали. Но все закончилось скандалом. В финале Рой Джонс встретился с корейцем Парк Сихуном. Победу присудили второму, при том, что Рой Джонс доминировал все три раунда. Всем было понятно, что решение судей заранее было известно. Дамы и господа, звание олимпийского чемпиона решением судей с разногласием 3-2 завоевал Парк Си-Ин-Пун, синий угол. Всем было ясно, что это решение было состряпано за кулисами и было результатом каких-то интриг. Так или иначе, американский боксер Рой Джонс лишился золотой медали. Я все думал, почему это случилось именно со мной. Почему они не ограбили кого-нибудь другого, кто выиграл не так убедительно. Потом я решил, что в каждой команде есть кто-нибудь, с кем обязательно обойдутся несправедливо. На этот раз это был я. После этого Джонс закончил любительскую карьеру и перешел в профессионалы. В первых боях его тренером был его отец, который и выбирал ему соперников. Однако это вело к торможению карьеры Джонса. Так как соперников для своего сына, Джонс старший выбирал с осторожностью и довольно посредственных боксеров. Потому Рой Джонс-младший, понимая это, ссорится с отцом и находит себе нового тренера, Элтона Меркенсона. У нас с отцом неразрешимая проблема. И в основном потому, что он не в состоянии был воспринимать меня как мужчину. Я всегда был для него сыном, ребенком. Он растил меня всю жизнь. Ему было трудно понять, что я уже вырос. Тут и начинается блестящая карьера Роя Джонса. В 1992 году по сложному списке Джонса было 20 побед, 19 из них нокаутом и ни одного поражения. Джонс делал на ринге все, что хотел. Двигался как хотел. Бил с разных дистанций, с разных точек по любым углам. В 1993 году Джонс получил свой первый титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, одолев по очкам знаменитого Бернарда Хопкинса по прозвищу Палач. В 1994 году Рой перешел в более тяжелую весовую категорию во второй средний вес. Здесь первый бой он провел с непобедимым до тех пор Джеймсом Тони. Это был чемпионский бой по версии IBF во втором среднем весе. Рой Джонс победил по очкам. В этом году Рой Джонс получил награду в Боец года. Помимо бокса, Рой любит играть в баскетбол. В июне 1996 года Рой Джонс должен был защитить свой титул, но днем сумел сыграть за профессиональную баскетбольную команду, а вечером уверенно защитил свой титул чемпиона мира против Эрика Лукаса. Исчерпав соперников, Джонс перешел в полутяжелый вес, где практически сразу стал чемпионом мира и в этой весовой категории. В этом же 1996 году Рой Джонс впервые возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Полоса из 34 побед омрачилась поражением в 1997 году. Рой Джонс вышел против непобежденного Монтелла Гриффина, который на тот момент был чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. В конце девятого раунда Джонс пробил точный левый хук в челюсть. Гриффин опустился на колено. Рой, не заметив это, увлекся атакой и провел еще два удара в голову, после чего Гриффин упал. В углу Джонса уже праздновали победу, но потом команде Джонса сообщили о дисквалификации, что сначала поражение. Через пять месяцев в этом же году состоялся реванш. Рой Джонс был очень зор и уже в первом раунде сломил ударом в челюсть Монтелла Гриффина, после которого Монтелл уже встать не смог. В 2001 году, помимо бокса, Рой Джонс начал музыкальную карьеру и в 2002 году выпускает рэп-альбом Round One. Далее в 2004 году Рой основал свою рэп-группу Bodyhead Bungers, выпустившую в этом же году свой дебютный альбом. Помимо музыки, Рой снялся в 13 фильмах, таких как «Адвокат дьявола», «Боец», «Забойный реванш», «Матрица перезагрузка» и другие. До 2003 года Рой Джонс продолжал издеваться над своими противниками. Его превосходство было слишком большое, чтобы у соперников был хоть какой-то шанс победить. Тогда Рой Джонс-младший потряс боксерский мир своим заявлением о переходе в тяжелый вес. Многие пытались отговорить его, ведь это опасно, прежде всего для здоровья. Люди считали, что Рой зашел слишком далеко, своим соперником Рой Джонс выбрал Джона Руиса, чемпиона мира по версии WBA, который одолел самого Холлифилда. Это событие. Этот бой ждали все с нетерпением. В любом случае была бы сенсация. Первое поражение Джонса или победа природного средневеса над супертяжем. Во время боя Рой Джонс оставался самим собой, был очень уверенным в себе. Он был просто умнее Джона Руиса в тактическом плане. Джон Руис ничего не смог сделать. Рой Джонс сенсационно стал чемпионом мира в тяжелом весе. Но даже великие чемпионы не могут быть чемпионами вечной. Время делает свое дело. После Рой Джонс спустился вновь в полутяжелый вес, где его уже ждал Антонио Тарвер. Первая половина боя была за Джонсом, но потом непонятно зачем он стал уходить в защиту, и Тарверу удавалось его пробивать. Уже не было такого превосходства Джонса, к которому все привыкли. Тем не менее, Рой выиграл по очкам, а Антонио Тарвер сразу же потребовал реванш. 15 мая 2004 года, Лас-Вега, США, случилась та самая сенсация. Случилось то, после чего Рой Джонс перестал быть лучшим боксером мира. Случилось то, отчего весь боксерский мир сидел с открытыми ртами. Антонио Тарвер в матч реванши попал левым хуком в челюсть Джонса, от которого Рой тут же упал на канвас. Это был его первый нокаут, и возможно, нокаут после которого Рой Джонс потерял свой кураж. Хотя Рой Джонс начал этот бой вроде бы неплохо. По-прежнему скорость у Джонса не утеряна. Действует быстро. Первый раз мы видим великого Роя Джонса на полу. Он не встанет, я думаю, что он не встанет. Следующий бой Рой Джонс снова проиграл нокаутом Глену Джонсона. После чего состоялся третий бой между Джонсом и Тарвером, где Рой проиграл по очкам. В последних боях Рой Джонс как будто боялся пропустить удар. Часто уходил в защиту. А Рой Джонс хорош в защите, только тогда, когда он сам хочет защищаться. После 2003 года были и яркие победы, например, над Феликсом Тринидадом и Джеффом Лэйси. Все понимали, что эпоха Роя Джонса прошла, и Рой Джонс стал по уровню обычным боксером. Но для кого-то Рой Джонс навсегда в сердцах фанатов останется чемпионом. Тем не менее, последний бой, который Рой Джонс действительно провел хотя бы примерно в своем стиле и скорости, это бой-реванш против Бернарда Хопкинса в 2010 году. Хотя и тогда он проиграл по очкам. Уже после этого Рой Джонс проигрывает глубоким нокаутом российскому боксеру Денису Лебедеву. Получает российское гражданство, после чего выступает на профессиональном ринге под российским флагом, где он снова проигрывает нокаутом. Уже после этого Рой Джонс проводит боксерский матч против своего фаната. Снимается в российских фильмах, но это уже совсем другая история. А это была история жизни Роя Джонса-младшего до того, как он стал известен.